всем привет дорогие друзья бритье в бритье в бритье к сожалению не смог я сделать видео в субботу как планировал и все это двигалась двигалась в ряду многих причин том числе день рождения мама завтра будет короче вот так вот все накапливалось накапливалось плюс эти праздники не пойми какие но все-таки раздвинул разобрал вот сегодня все будет причем вы успешным пехом дуйте кабанчиком смотрите шоу нас там на крупном плане я начинаю подготовку и будем бриться а набор сегодня будет необычная давно уже хотел такой сделать и посмотреть что же собственно из этого получится ну вот сегодня и узнаем догонять и так перед нами станок спорт один из многих спортов которые выпускались советское время могут быть в разных вариациях основном все эти вариации связаны не основном а так оно и есть все вариации связаны с материалом изготовления то есть пластиковые есть полупластиковый наполовину пластик бакелит есть бакелит металл металл бакелит металл пластик короче я знаю кому три или четыре вариации станков спорт это дорожный вариант ручка полая пластиковая обратите внимание не совсем обычная голова дело то что нижняя плита здесь идет как пластик достаточно такой уверенный хороший а верхняя уже больше похоже на бакелит бакелит это или нет не могу сказать с уверенностью но то что это не вот такой обычный пластик это видно не вооруженным глазом да и на просвет посмотрите как это сразу же видно понятно сразу больше напоминает бакелитовые станки которые у нас были на обзорах лезвие почему-то очень сильно захотелось поставить сегодня wilkinson's world тем более что давно у нас его не было да было такому всего один раз кому-то она нравится кому-то она не заходит не подходит ну выберите нужно подчеркнуть вот сегодня такое лезвие мы с вами и поставим фиксаторы срабатывают хорошо ложится да чуть-чуть подклинивает а вот сейчас начнется самое интересное хочу попробовать нечто особенное это ручки от дяди федора беларусь кому интересны эти ручки которые зарекомендовали себя не только великолепным внешним видом но и хорошим качеством вы всегда сможете найти их на ганде у кости ну вот из того что у меня есть хотелось бы что-то сейчас выбрать и попробовать дабы утяжелить станок спорт и посмотреть что из этого получится почему-то вот у меня склоняется душа вот к этой ручке это чуть-чуть длинновато и мне кажется что не для этого станка это по размерам подходит но почему-то хотелось бы сейчас избежать на пивов от мюлей а именно под 89 под 41 ручку очень часто мюля использовали вот такой рисунок поэтому убираем откладываем и посмотрим что у нас получится обратите внимание как она естественно легла на существующая ложе у станка что же у нас в итоге получается вместе с ручкой 67 грамм насколько я помню вот в такой вариации мы мерили у нас там получалось что-то в районе от 15 до 17 18 грамм что-то такое лёгонько а здесь смотрите ну серьезное увеличение в весе вот в таком варианте сегодня мы этот станок и попробуем валит лезвие думаю нет необходимости показывать но тем не менее давайте быстренько посмотрим на него все в порядке хорошо благодаря опасной бритве рф сегодня смогу показать вам еще одно мыло от команды мюля который называется sandalwood shoving soap кто-то из вас в комментариях только вадим ты неправильно открываешь коробочку да совершенно правильно ребята сказали неправильно я открывал коробку вот читайте чего она чем из чего я щас буду пробовать правильно ее открыть она как-то вот так должна открываться вот теперь мы это сделали правильно смотреть как лепесток как бутон розы открылся упаковочка по-немецки культурно прям пахнет хорошо я бы не сказал что здесь чит и сандал сандал с чем-то запах приятный не сильный но душевный как будет в работе знаем совсем скоро складывается тоже смотрите так достаточно быстро универсально и пока уж на крупном плане хотел бы сказать любимая у меня очень трепетно относится вот к этим мылом все ждет когда она пройдет обзор чтобы себе в норку утащить шо она с ними делает я не знаю но вот это вот мыло но и прям учета от запала тащит и тащит прям вообще вот сегодня и посмотрим на это мыло ну чтоб вы понимали ребенок на охоте там голубь прогремел но все теперь пока пол квартиры не снесем погоне за голубем мы не успокоимся но это процесс не быстрый мы пока тогда продолжим разбивать будем сегодня помазком яки металлической серии помазок достаточно непростой и необычных хотя бы тем что у него вес такой знаете ух уверенный 156 грамм длина ручки 75 миллиметров высота головы 53 при диаметре 26 можем предположить что узел должен быть 24 размера хотя здесь не пишут здесь лазерная гравировка яки брач профессионал тра-та-там тра-та-там форма и гордин эргономически выверенная можно держать всевозможными хватами то есть по-всякому можно держать и вот я все-таки склонен полагать что это для руки от средней и выше но что-то у меня средняя но с маленькой ручкой мне зашел больше понравился честно скажу не так чтобы знаете как-то принципиально что они фи 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 но вот если выбирать между маленькой вот этой я для себя лично выбрал бы конечно маленькую он мне как-то более проще что ли с этой же она красивая в руках держать приятно не скажу что рука устает во время работы но с маленькой проще скажем так как отработает сегодня посмотрим узел приятный мягонький как у большинства синтетики подвохов не жду мне кажется у нас уже такое было так это или нет узнаем чуть позже во время бритья пока очень приятное впечатление ну не вижу каких-то таких вот вещей и в отрицательную не положительную сторону которые знаете выбивались бы из общей камвой давайте побреемся а там уже будем понимать автошейф мерсол blue сегодня у нас есть благодаря дмитрию дроздову да 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 это тот самый дмитрий дроздов который предлагает маленькие порции чего-нибудь что вам интересно но вы не хотите тратить большие деньги чтобы взять сразу большой фунфурик а вот маленький если попробует то это пожалуйста это дмитрию он вам поможет он вам накапает ну вот и нам накапал сегодня вот мерсол blue и будем пробовать стеклянный флакон контроль первого вскрытия пахнет пахнет как расскажу в обзоре ну вот пока приятно не сработал контроль первого вскрытия почему-то я легко открыл а контроль так и остался я думаю что это брак пробки лишь бы не проливалась дороге а все остальное конечно ерунда будь это автошейф парни маленькая ремарка это доска моего позора парни мои подписчики высылали мне очень очень много интересных вещей и эти в том числе к сожалению во время генеральной у мамы завтра день рождения не все мне подбластно и короче все те подписанные которые вот у меня были вот вот пакет с этим пакет с этим пакет с этим вот в этих двух сместилась мои девочки куда-то подписанная с именами подевали я теперь к сожалению так на память то и не могу сказать кто же мне это прислал хлопцы пожалуйста будь ласка выручайте посмотрите кто мне это прислал скажите пожалуйста я уже куда-нибудь прячу подальше и не буду на видном месте держать чтобы уже ни одна человек не зашел и ничего не перепутал чтобы это уже точно было судя по всему у софочки то облом с птичкой он ребенок расстроенный какой софа птичек много поймал поймала птичку не поймал ребенок птичку но сегодня буду тебя тревожить мы убриться пойдем как же мало пахнет так чашу намочим так чуть-чуть водички сюда топтыр о чуть-чуть колтыхнули она уже матовая оно какое-то деликатно деликатно представительное вот какое-то вот такое то есть вот ну прям я не пойму но но оно дородное какое-то понимаете оно по запаху выше среднего класса то есть ну всегда когда вы приходите в присутственное место если допустим это столовка общепита но запах соответствующий если это кафе средней руки то и запах такой же если достаточно приличное такое кафе там пахнет уже совсем по третьему и уж когда приходите в ресторан парк запахи там у совершенно иные но вот здесь вот как бы не ширпотребовская столовка понимаете то здесь ухо как бы не ресторан хотя при всем при том понимаю что это обыкновенная мыло которое компания мюли поставила на поток правда не совсем по гуманной цене но тем не менее запах великолепный так хватит с этим разговора разговаривать давайте наверно сейчас помазочек загрузим на что можно любить синтетику заморочек с ней минимум если вы в душе ленивы если вы не любите заморачиваться там или еще что-то там какие-то вопросы решать ребята синтетика решения всех ваших вопросов потому что с ней просто берешь и работаешь что и требовал доказать огромное спасибо самого за его чашу африканского лишняя краска с нее уже давным-давно вышла ребят не буду на пену в чашу сбивать вот так вот заберу сюда и на лицо ты и пойдем да даже еще и помогут ты нифига себе ух хорошо предыдущие видео которое по поводу 3d принтера там ребятам понравился крупный план ребята там я держал рукой можно конечно и снимал на телефон можно конечно такое сделать и с присоской который припендюриваешь на зеркало но последний раз когда я так попытался сделать и остался без телефона но вот 4 пришлось не искать но поэтому сейчас с одной стороны хочется с другой стороны как бы ну и волна поэтому сейчас я даже не на но попробуем уж нормальную присоску найду потому что каждый раз его из воды выуживать но что-то как-то удовольствие ниже среднего хороший помада хороший нормальный если у вас рука средней или больше спокойно берите нормально будет с маленькой рукой но не смогут думал великоват вам будет при нанесении слегка запах подрастерялся но все равно он присутствует сама элегантность вот то слово которое никак не мог вспомнить это дородность до дородность том числе я бы ни сказал что это какой-то речь запах богатый запах я бы сказал что это элегант Надородный статус мы вот такую вот то есть понимаете минуту как вот вы смотрите начала к нам ущины на женщину неважно кого рядом проходите вы понимаете что она хорошо пахнет он хорошо пахнет вот вот то есть тот запах который не только хорошо вам дал повод подумаешь что он хорошо пахнет но вы еще его и заметили вот прям супер, пока нравится, но не такой ножящий, который вам будет сверлить мозг, вы носите кричать фу-фу-фу, давай-ка убавь там по лову, нет, такого нет, ну давай портик с нержавой ручкой покажи чего могешь не, ну так-то всяко-разно мне больше нравится а, опять с правой стороны начал, а, Мишка меня там в соцвету съест, а, Иванов обещал, ну забыл, забыл, ну что моторика, ты когда по-маленькому ходишь там до ветра, ты вот попробуй другой рукой работать, а не той которой, вот ты поймешь о чем, вот здесь то же самое, этот стакан с водой подходишь, берешь правой рукой, не левой, это надо себе крестик на лбу нарисовать, фишку в мозгу вбить, что вот на зеркале, если еще раз напишу, Иванов, дебил, с левой стороны, вот тогда поможет, а так, ну как, ну что ты, сам понимаешь, ты же с оружием, наоборот, не стреляешь, ты же стреляешь так, как ты стреляешь, вот здесь такая же фигня все что было все что было все что было офигеть, офигеть, я удивляюсь нам всем людям, сейчас скажу всем мыло больше не брали, использовали то же самое, что было в узле вполне себе достойная картина, и может быть на этот раз, вот так вот сразу с этой стороны начнем сейчас и ну это все Ну да, ввиду того, что голова пластмассовая, ну балансир сами видите какой, да, вот то есть тут как бы, ой, ну вот такой, я бы конечно его туда лучше сместил, не самый лучший баланс у станков, ну пластиковая голова, но. Да я слышал как шкрябал, торопился, где волос, сам виноват. Ну если про телефон не закончил, чтобы как-то может быть поменять ситуацию, сегодня максимально увеличил, так что сегодня сами видите, будка лица-то маленько побольше, ну и чуть-чуть воды добавлю, пока чуть-чуть густовато, и сейчас третий проход уже. По-моему, когда последний раз это мыло на обзоре было, там что-то с опаской, по-моему, пытался, какие-то конфигурации нарисовать, но там да, там грустно было, а со станком-то вообще нормально, там, по-моему, она успевала высыхать, здесь не сохнет нормально, так, с этой же стороны. Так, так. И вот, друзья-то. Господи, народ пугает. Смотрите, да, вот здесь вот можно маленечко, а так подбревок нет, вообще никаких. Вот здесь, да, наверное здесь еще. Ну вот так тому и быть. Вот и все. Компресс и автошейв. Нет, вот здесь еще, наверное, шарканул. Ну, а сейчас вообще, тогда уже красавец мужчина. Все, автошейв. Ввиду того, что устроил себя на шею ночь длинных ножей, решил делать компрессу с холодной водой, вернее с холодной водой. Не очень-то помогло, сейчас жалею, что на обзоре не дежавю, потому что когда был на компрессе, первая мысль пришла в голову, ну Иванов ты идиот, не мог все это устроить с дежавюшкой и так далее. Провел бы все, обзоросло, писанулся. О, типа там, вот смотри. А сейчас что, сейчас все. На обзоре другой лосьон. Сейчас посмотрим, что будет. Может другой лосьон тоже что-нибудь могет. Так. Ну, давайте попробуем решить вопрос при помощи камешка мюля. Я там не вписался в радиус и по-хорошему нужно было в том месте провести два раза. Чуть выше, чуть ниже. Я думаю, а сразу пройду. А там радиус не тот. Ну вот сразу и прошел. Поспешность ни к чему хорошему не приводит. Она нужна только при ловле в лох и... Ну, там, сами знаете где. Так. Это что было-то? А, вот так оно должно быть. Господи. Это что там, внутри должна что-ли быть? А, вот точно, здесь еще и дозатор есть. А я думаю, что там не так? Дозатор бодрый. Сразу все не прольете. Но сколько надо, он вам позволит накапать. Да нет, камешка более-менее справляется. Так. Я еще так от души себе нафигачу. Это флойдовская тематика. Это реплика. Поэтому не откажу себе удовольствия. Ой. Хороший. Хороший. Ух. Мой запах. Мой. Я бы в нем купался. Там есть... Что там есть? Мерсоу Блю. Что значит Мерсоу? Вообще ни о чем. Там есть какая-то фигня. Какая-то травка. Какая-то нота, которая... Ой, как импонирует. Она такая, знаете, прям остренькая. Не остренькая в смысле запаха острый. Ну, в смысле как, знаете, специи там, спайси. А острый. Такое что-то. Ой, какая хорошая. Прям душевная такая. Да, прав. Я был, что она была полная нахрену на это. Вот такой вот грушей и тын-тын-тын-тын. О. Я думаю, очень быстро забыли бы про флойд и про все. Да про него уже забывают. Он, да, вначале нас порадовал. Спасибо ему за это. Особенно, когда он стоил 18-24 евро. Потом, когда он стал пропадать, он нас расстроил. Ну, что ты, мы только, а вот ты и вот. Потом он опять появился, потом опять пропал, потом опять появился, потом опять пропал. Есть такая эпидозра, что сейчас уже на постоянной основе. С полгода в год, как началась вот эта вот эпопея Флойда подражательства. Что-то я дурень-то даже дернулся. Оно надо было? Ну, ладно, что уже сделаем, то сделаем. И многие компании стали выпускать нечто похожее. Естественно, по запаху старались попасть, но не попал никто. По цвету, по цвету попадали многие. Да, в принципе, большой затеи-то тут и нет. Знаешь, состав самого автошей, вот подкрасить его пищевыми красителями. Ну, не сложная задача. Но вот из всех тех, про которые говорили, а вот это вот там, вот что-то как, Флойд, Блук, бла-бла-бла, мне вот этот больше всех понравился. Угу. Да, вот, брат, вот оно. Вот ее так вот чувствуешь. Очень приятно, очень хорошее. Не думаю, что будет действовать долго, может быть, ну, не более часа, скорее всего. Дистанция за полметра тоже, мне кажется, не выйдет. Ну, разве что вы где-то в замкнутом помещении. Ну, или в очень замкнутом. Там, типа, три квадратных метра. А если еще и под одеялом, ну, тогда точно почувствует, никуда не денется. Хорошая, хорошая штука. Пленку, да, оставила. Думаю, что уйдет. Сейчас, через пять минут попробуем проверить. Останется, не останется. За это дело ничего не могу сказать, потому что камешком пробежали. Скорее всего, и автошиф что-то сделал. Все-таки он спиртовый. По драчевости, по десятибальной шкале, я бы ему дал, наверное, где-то пять. Шипр, королевский, я бы, наверное, поставил где-то девять. Свой, я бы поставил, наверное, где-то семь. То есть, вот такая вот примерно шкала. Ну, хорош, хорош, однозначно хорош. Любителям свежего, спортивного, летнего, такого, знаете, разудала морского, отдыхательно-наплевательского. Что-то, блин, просто душа поет. Вполне себе, очень даже хорошая штука. Ну, блин, понравился, понравился, хорошо. Димыч, спасибо огромное, что дал парням показать. Ссылку на Дмитрия, который все это может вам предоставить удовольствие, конечно же, найдете в описании под видео. Помазок. Помазок хороший. Хороший, и это, пожалуй, все, что я могу о нем сказать. Потому что со своим функционалом полностью справляется. Удивительно, чем не удивил. И расстроить не расстроил. Ручка, ну да, слегка великовата, но это не то бревно в глазу, которое я вот прям... Спокойно отработал, забыл. Если бы этот помазок держал полтора часа, то да, конечно же бы он меня достал. Но и с маленькой ручкой, ну, все-таки мне кайф-то поболее будет. Однозначно. Ну, а с другой стороны, за время бритья я его брал три раза, общей сложности там, ну, от силы три минуты. Ну, а что, нормально? Ну, это, конечно же, не то, что нужно брать там, ну, ладно, потерпел и потерпел. Нет, это брать так, чтобы удовольствие. Ребята, средняя рука и больше. У кого есть, даже не думайте, классная, хорошая штука. У кого средняя и меньше, вот тут задумайтесь. Возможно, вам эта ручка будет великовато. Мыло. Мыло великолепно пахнет. Просто великолепно. Сам долгут. Настолько великолепно, что испытываю некую такую, знаете, досаду. И хотелось бы усилить этот аромат. Он не шибко-то такой мощный. Вы его не потеряете, вы его будете чувствовать во время бритья, но той мощой, которую она дает при вскрытии. То есть, вы пластик сняли. Иди ко мне, вот смотри, как я вам ее дышит. И маску вот этого запаха на лицо одел. Но во время бритья разделите ее пополам. То есть, раза в два уменьшится. Сама пена, когда вот так вот туда, она, конечно же, пахнет, на лице в два раза меньше. Но, тем не менее, по бритью станок скользил нормально. Вот, кстати, пленка пропала. Станок скользил нормально. Пенообразование хорошее. Никуда ничего не пропадало, ничего не сохло. Возможно, потому что я сегодня быстро как-то поблился. Я ХЗ. Достойный, нормальный, не скажу, что бюджетный продукт. Потому что кусочек вот такого мыла, он стоит, по-моему, что-то там сколько, 800, да? Ну, сейчас вот тут, наверное, какая-нибудь цифра появилась. Вот столько вот он и стоит. Тут вопрос всего лишь денег. Кто-то из парней раз его назвал там нефтяным чем-то там, пятном или еще чем-то. Ребят, да хоть чем его назовите, оно бреет. Оно бреет. То, что оно не натуральное, то, что оно синтетическое. Ну, это одно-единственное, синтетическое мыло. Все остальные натуральные или что? Я как, я что-то запутался. Там много сейчас синтетики используется. И не только в мылах, и в автошивах, и в кремах, и в чем только нет. В магазин приходишь, синтетики уже там ту его куча. То есть, ну, вот оно такое есть, какое есть. И со своей задачей оно справляется. Конечно же, лучше его мыло есть всякое разное. Ну, вот так хуже-то есть тоже. Оно в своей нише. Кому нравится, можете брать, оно бреется. Кого устраивает финансовая политика, тоже вполне себе годный продукт, можно бриться. Кто ищет что-то подешевле и не хуже, ну да, тоже можно есть. Взять вполне себе. Кто ищет подороже, да тоже найдет. То есть, оно, вот, по бритью оно нормально. А по всем остальным параметрам, ребят, смотрите, меряйте на себя. То есть, стоимость, состав, коробочка. Ну, вот это вот все, это каждый примеряется вам на себя. Ай, станок. Помните, в середине обзора я сказал, люди, я нам удивляюсь. Потому что в бритье мы бегаем, все что-то ищем. Там все эти роквеллы, шмаквеллы, там то есть все, пятое, десятое. Так вот, же станок есть. Да, они в России его придумали, но его сделали в России. Еще наши деды, наши отцы изготавливали это, брились этим и вполне себе были довольны. Не в той вариации, как многие хотели бы его видеть сегодня. Потому что, насколько я так вот сейчас могу пробежаться. Это полностью пластиковый, пластиковый, бакелитовый. Алюминько, люминько-пластиковый. Алюмини-бакелитового я не слышал, не видел. Вот такие всякие вариации. Но из каких-то металлов более-менее таких серьезных, типа латунь, бронза, нержавейка. Не видел я вообще ничего. Как-то раз в видео я спросил, ребята, кто-нибудь знает вообще из вас, хоть об одном нержавеющем станке российском, который в России выпускался. Мне так никто и не ответил. Не ответил и гугл. Я сколько не искал, не нашел. Я думаю, что было бы интересно посмотреть вот на такой станок в полностью нержавом исполнении. Потому что к его характеристикам, к его ТТХ добавляется вес, добавляется проходимость грейдера. И то, что на 15 граммах не играло ровным счетом никакой роли, потому что 15 грамм с такой конфигурацией, ну иди себе, тащи. Даже иногда придавить-то соблан появлялся. То при весе под 70 грамм, а возможно и больше, тут уже будет совсем все по-другому. Так вот, с этой ручкой я сегодня почувствовал, как он уверенности, серьезности, стабильности набрал. Не считая вот этих вот двух фиговин, потому что, ну, торопился. Реально торопился. Ну, я брился так, как брился. То есть, не пытался какую-то показдушность выдать или еще что-то. Сейчас вот отрастет, хотите следующее бритье побрить с этим станком, вообще буду гол, как сокол. То есть, ни пятнышка не будет, ничего. Ну, вот так, от души отвольно, вот так вот себе там все забабашу. Хотя, мог бы обойти без этого. Не понравилось, не понравилось. Я думаю, кто-нибудь обязательно догадается выпустить его в нержавом исполнении. Ну, а там посмотрим. Помнить, что «Напасная бритва РФ» и «Гиф энд Кэр» проводят акции. Ссылки на эти акции вы найдете в описании под видео. И там, и там 15-20% раздают. Там, ну, кучу чего раздают. Зайдете, посмотрите сами. Ну, а вам всем добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Да, и вам было здоровья. Пускай всегда всегда, всегда всегда будет хорошо. Ну, и до новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Вадим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок